Это стегоходы прогулочные, вот те же четырехтактные, там Yamaha Nitro, такие, они в общем с одной стороны пригодны для гонок, с другой стороны на них у нас можно ездить и заниматься туризмом, охотой и так далее. Снегоходы в кроссовом спортивном исполнении появились относительно недавно, первые снегоходные соревнования стали проводиться в конце 60-х, начале 70-х годов, когда у нас появилась как бы возможность ездить на них быстро. В нашей стране снегоходы появились гораздо позже, в 72-м году завод в Рыбинске начал выпускать всем известные снегоходы Буран, но в исполнении 72-го года они имели двигатель от инвалидки Серпуховской мотоколяски 350 кубиков ИЖ Планета 3 и не позволяли развивать высокой скорости, только через три года в 75-м появился двухцилиндровый мотор, современный по тем временам, который позволил проводить соревнования. Они не обязательно были кроссы, разный формат пробовали, и по стадиону ездили трековые гонки на снегоходах, и эндуро были. Трудно себе представить, как гонялись на Буранах, но так же и ездили. Вот тот же у нас Рязанцев Денис, он выступал на отечественных снегоходах, но скорее всего он уже выступал на тайге, то есть тайга, снегоход более позднего производства, и рыси были снегоходы наши. Ну, к сожалению, у нас эти отечественные снегоходы вымерли в именно спортивном исполнении, хотя Рыбинский завод, он сейчас называется Русская механика, выпускает снегоходы, причем разных моделей варях, буран и так далее, и так далее, и эти снегоходы пользуются спросом, их покупают. Есть даже гонки такие, Буран Дэй, День Бурана, они проводятся в городе Навьенмар, в северном городе Навьенмар, плюс еще там заезды на оленьих упряжках проводятся, и там очень много снегоходов в буранах. Но у нас снегоходы импортные, Линкс, Скиду, БРП, Паларис и так далее. Артикет еще зеленый, но Артикет как-то немного у нас в России. Выстроились участники класса спорт, и нас ждет последний заезд, их два. Саберлигонский старт! Сорок девятый номер опять хорошо стартует Павел Колотовкин, второй Красников. Орешков шел последним, вот сейчас борется у нас за третье место с Воробьевым Алексеем. Вонку возглавил сорок девятый стартовый номер Павел Колотовкин, превразрядник из города Альметьевска, спортивно-кинижный клуб «Ультиматум». Молодой парень, 21 год, повтор старта для телезрителей. Топ-10 молодежного первенства России, раньше по юниорам ходил. На полсекунды он опережал после первого круга великого и ужасного Николая Красникова. То, что должно было произойти и произошло, Красников прошел в Колотовкина и вышел в лидеры. Воспитанник Мартюченко, как он сам себя назвал, что я тренируюсь под руководством Мартюченко. Ну, понятно, что девятнадцатикратный чемпион мира по гонкам на льду. В снегоходах это дебют его. А у Евгения Мартюченко, многократного чемпиона страны, опыта в снегоходных бонках на порядок больше. Конечно, Николай слушает советы своего. Я хотел сказать старшего товарища. У нас Красников 85-го года выпуска. Николаю 4 февраля стукнул 30 лет, юбилей был. А его тренер 87-го, на 2 года моложе. Николай Красников 8 раз выигрывал чемпионат мира в личном зачете, начиная с 2005 по 2012 год подряд. 11 раз выигрывал чемпионат мира командный в составе команды России. 6 раз выигрывал чемпионат России в 2005, 2007, 2010, 2013, 2015 годах. Молодежное первенство России он выиграл в 2003-2001, серебряный призер 2002-го. Вот с 2001 года этот парень доминирует в мотогонках на льду на российских и международных соревнованиях. Но вы учтите такую вещь, что Николай у нас мир выигрывал 8 раз личный, а Россию только 6. Получается, что Россию выиграть тяжелее, чем чемпионат мира в мотогонках на льду. Такое вот определенное есть несоответствие. Воробьев вышел на второе место. Орешков что-то вообще не заладилась гонка, он только четвертый. То ли проблемы у него с физическими кондициями, сил не хватает, то ли снегоход не тянет, то ли и то и другое. Воробьев сейчас просто летит. Он обогнал Орешкова в первом заезде и сейчас на второе место вышел. Алексей Воробьев постоянный участник любительских гонок. У нас представляет он поселок Слободской Кировской области. Уже совсем недавно, в 2015 году он стал серебряным призером спринт-кросса в Ярославле. Там они в прошлом году не проводили, в 2013 году был. И вот в этом году. Кубок России в классе спорта он выиграл в прошлом году и был вторым на ПФО на многоэтапных соревнованиях Приволжского федерального округа. В Open 2 призер ПФО на мотоциклах сезона 2013. Лучший круг бомбки у Красникова 58-19 первый. Сейчас Николай идет с минута ровно. Воробьев минуту 0,2, Колотовкин 0,4. Орешков чуть звинтил темп минуту 0,3 и 6. Такими темпами Орешков может и на подиуме не заехать. Конечно, надо ему здесь открывать курок под правой рукой. Он это умеет делать. Он очень импозантный гонщик, такой фактурный, красивый призер, экс-призер молодежного первенства России 1988 года. Предприниматель из Нового Уренгоя. Красников еще один быстрый круг. 59-6 прошел. Половина времени заезда закончилась. Воробьев отстает на 12 секунд, Колотовкин на 15,8 и Орешков на 18. Четыре круга спортсмены закончили и на пятом сейчас мчатся. Лидирует заслуженный мастер спорта Николай Красников Уфа. Пятый круг Николай Олегович завершил. Я читал его выкладки в интернете. Ну, книги, я чуть не сказал, что мемуары. Мемуары. Хотя, конечно, ему есть о чем написать. Так вот, в этих записях, как мы их назовем, мемуарах, он рассказывает, как начинал. Падение, падение имеет место быть. Это Колотовкин упал, опрокинулся, снегоход на повороте. И, я так понимаю, третье место свое он потерял. Так вот, вспоминает он, как начинал заниматься мотогонками на льду в 90-х годах, когда ничего не было. Было голодно, холодно. Они ехали в брузовике, не отапливая на мотоциклах, на озеро. Потому что трассы никакой не было. На озере расчищали лед и гонялись. Вот ледовый спидвей. Я не совсем правильно сказал. Ледовый спидвей – это ледогарь. Это когда на коротких шипах ездят на летних мотоциклах. Тоже такой интересный вид спорта. А мотогонки на льду – это длинные шипы по 4 сантиметра. И уже газ в пол. И на повороте, практически на боку проходят гонщики поворот. У них средняя скорость круга – 110 км в час. То есть получается и максимальная, там, 120. То есть они не закрываются в повороте. И так из-за падения Колотовкина Орешков вышел на третье место в 20 секундах от лидера. Колотовкин сумел продолжить заезд на четвертом месте. 36 секунд сейчас отставание. 8 минут закончилось с 10 контрольного времени заезда. 117 номер «Красников», 43-й «Воробьев», 77-й «Орешков» и 49-й «Колотовкин». Отдать должное, конечно, Колотовкину – это «Мотофэмили». Но «Мотофэмили» – бренд в Питере уже застолбили. Там тоже семья гонщиков. И сын, и дочь гоняются. И здесь у него и дочка, и сын маленький, и сам. «Красников» 7 кругов преодолел за 8 минут 19 секунд. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Восемь кругов в исполнении Красникова. Последняя минута контрольного времени у нас пошла. Минут 0,2 и 6 сейчас он идет, но он уже сбросился, потому что просвет был весьма велик. Алексей Воробьев, воспитатель подрастающего снегоходного поколения. Второй Орешков, кстати, подтянулся. А между ними 5 секунд. Это много и мало. Но пошла последняя минута контрольного времени. Лидирует заслуженный мастер спорта Николай Красников, стартовый номер 117. У Воробьева проблемы. Никто этого не ожидал. Он руку поднимает. Что-то происходит со снегоходом. Он перешел на прогулочную скорость. Это подарок Орешкову. Он продолжает движение, но скорость резко упала. И Орешков его прошел. Технические проблемы возникли у гонщика из Кирова. И Павел Орешков, 77-й стартовый номер, который совсем было уже распрощался с надеждой. Обогнать его на предпоследний круг уходит впереди. Воробьев тоже уходит. Круг минута 20. Сейчас задача доползти до финиша. И не пропустить Колотовкина, потому что у Воробьева круг минута 20, а у Колотовки минута 0,7. Между ними 20 секунд, но он идет на 13 секунд медленнее. Красников уходит на последний круг. Хорошо подготовил Николая тренер Евгений. Мартюченко. Темп до конца достаточно высок. Вот сейчас, хотя никто ему не угрожает, он идет круг минуту 0,1. Лучший круг 58,19. Стабильность, залог мастерства Орешков на последнем круге. 77-й номер, минута 0,8 для сравнения. Заезд в мотогонках на льду очень короткий. 4 круга 400 метровых. Но заездов много, поэтому общая выносливость необходима. Приготовил судья мечтый флаг на финише. И мы приветствуем победителя наших соревнований. Это Николай Красников, Уфа. Он лидер чемпионата России в классе спорт. Называются эти соревнования чемпионат МФР. И лидер кубка в классе спорт. И победитель кубка в классе спорт. Потому что заезд этот последний. Именно в этом классе. Так вторым финиширует Павел Орешков. Он серебряный призер кубка в классе спорт. Уже двукратный. И дотянет или нет Воробьев. Он дотягивает, пропускает вперед Колотовкина, как мы предполагали. Павел Колотовкин третий. В итоге сорок девятый ультиматум Альметьевск. И Воробьев все-таки на одном похожей цилиндре доползает до финиша. Итак, Алексей Воробьев. Сорок третий стартовый номер. Город Киров. Закончился заезд класса спорт. У нас сейчас перерывчик небольшой будет. Чтобы флагмаршалы отдохнули. И следующий заезд состоится в 15-20.